Музыка Тема моего выступления довольно необычная. Когда в 1977 году я поступал на международное отделение факультета журналистики МГУ, требования к нам были очень суровые. На международное отделение факультета журналистики могли поступить только москвичи, только мальчики, только те, кто состояли по крайней мере два года в ЛКСМ в Комсомоле и имели не менее десяти работ. Вы можете себе представить? Сейчас я преподаю на факультете журналистики МГУ на международном отделении. И среди моих студентов, а их около 45 человек, примерно 40 девочек, 5 мальчиков. И еще лет 5 тому назад туда попадали ребята, так скажем, не самые сильные из поступивших. Проблема современной международной журналистики состоит в том, что профессия потеряла элитарность, если можно так выразить. Она перестала быть престижной. Я на самом деле очень рад своим девушкам, которые у нас учатся. Они умные и хорошенькие и так далее. Я скорее печалюсь из-за того, что нет мальчиков. Они уходят в другие профессии. И это очень печально. Я приглашаю на свои занятия видных журналистов-международников, которые работают в Москве. Несколько лет назад приходил делиться своим мнением заведующий бюро журнала «Шпигель» Матяш Шеп. И под конец встречи со студентами он спросил, кем вы хотите стать, когда окончите факультет. И стали мы конкретизировать. Работать на телевидении, в интернет-проектах, или там, может быть, на радио, или еще где-то. Вы знаете, какой ответ был самым частым? Кто-нибудь из вас может принять предположение? А? Нет. В пиар. В пиар хотели работать журналисты-международники. И это, к сожалению, тенденция современного времени. В США соотношение журналистов, не международник, а вообще журналистов, сотрудниками пиар примерно один к пяти. Один журналист, пять пиарщиков. Мы еще отстаем пока от этого показателя, от этого сравнения. Но, я думаю, на пути к тому, чтобы догнать Америку. Это не может не вызывать тревогу. История международной журналистики, грубо говоря, укладывается в три периода. И изначально она возникала как профессия в высшей степени престижная. В 1875 год. В Франции. Там работает корреспондент газеты «Таймс» лондонской Анри Бловец. И он публикует, передает в «Таймс» материал, который вызывает неимоверную реакцию в мире. О чем пишет в Бловец? Бловец у французской министерства иностранных дел сливает материалы, из которых следует, что в ближайшее время Германия нанесет удар по Франции. Бловец публикует об этом материал. Российский царь Александр II читает. Доводит до сведения Бисмарка. Ты только попробуй. Получишь так, что... И Бисмарк, возмущенный, говорит, да я и не собирался. Но собирался на самом деле. Бловец предотвратил очень серьезный конфликт между Германией и Францией. Дальше эта тенденция также просматривается до примерно 40-х годов XX века. В 1888 году начинается расцвет американской газеты «Чикаго Дэйли Ньюз», которую покупает Виктор Фремонт Лоусон. Он сделал свое состояние на недвижимости, но для журналистов создал просто идеальные условия работы. «Чикаго Дэйли Ньюз» имела великолепную, развитую международную сеть. И корреспонденты входили в элиту тех обществ, в которых проживали. А материалы из «Чикаго Дэйли Ньюз», которые посылали эти элитарные, простите мне это слово, корреспонденты, читались по всем Соединенным Штатам. В 1924 году Лоусону сказали финансисты. Слушайте, вы знаете, мы так не можем больше жить. Ваши корреспонденты так много денег тратят. Он сказал, отстаньте, я получаю несказанное наслаждение от их информированности. Одновременно практически с этим в Москве работавшие иностранные корреспонденты, они тоже были частью элиты, прятавшиеся от сталинской цензуры. Все ждали, когда же умрет Владимир Ильич Ленин. И все думали, каким же образом им об этом сообщить за рубеж. Но самым хитрым оказался корреспондент одного американского информационного агентства, который заранее позвонил в Лондон. А это был такой передаточный пункт, откуда новости уходили в США. И сказал, слушай, когда Ленин умрет, я тебе передам сообщение, пришли мне 40 фунтов стерлингов. И таким образом вы узнаете, что Ленин умер. И действительно, когда Ленин умер, все стали передавать сообщение. Сталинская цензура не дала это сделать, а сообщение, пришлите мне 40 фунтов, передала. Но в тот момент заведующий бюро в Лондоне пошел обедать, а какой-то новичок сказал, эти иностранные корреспонденты столько денег прожирают. Взял и выкинул в помойку. Так мир узнал с опозданием с очень большим о смерти Владимира Ильича. Ситуация начинает меняться примерно с 40-го года. И мне кажется, что как катализатор можно взять фильм Альфреда Хичкока под названием «Иностранный корреспондент». Это начинается период, когда начинают путаться понятия профессионала-корреспондента и репортера, который на самом деле занимает более низкое место в шкале журналистской компетенции. На английском языке репортер – это тот человек, который просто передает материалы с места событий. Корреспондент – человек, который специалист по той или иной проблематике. Например, по Ближнему Востоку или по России или в области здравоохранения. Вот фильм Альфреда Хичкока «Иностранный корреспондент» – это начало подрыва представления, что хорошо в журналистике, а что плохо. Что у нас начинается? Кратко. Там похищаются немецкими войсками. Шла уже Вторая мировая война. 1940 год фильм вышел. Похищается голландский дипломат. И все журналисты классического типа, так скажем, постоянно проживавшие в Европе, вот те, которые как раз много денег получали, они не в состоянии там создать хороший материал, расследовать похищение этого дипломата. И вот бросается в Европу из США репортер «Криминальной хроники» Джоэль Макри. Его исполнял роль этого простого парня Джонса. И сразу же на раз-два, не зная там ничего, что на самом деле происходит во Франции, или в Голландии, или еще где-то, сразу же решает все проблемы герой. Ура! Начинается такая романтизация журналистов, которые не особо компетентны, но такие дерзкие, крутые ребята. С 40-го года. Кстати, этот фильм был выдан на 6 Оскаров и удостоился одновременно всяких позитивных слов от Геббельса, как шедевр жанра. И начиная с 40-го года у нас очень любопытный период, давайте так скажем, с 40-го по конец минувшего века. Это период, когда у нас существуют две модели журналистики. Точнее, две модели работы корреспондентов за рубежом. Первая, классическая, это когда журналисты находятся в длительных командировках, хорошо знают сторону пребывания, язык, проблемы и так далее. И вторая, как их сейчас называют наши коллеги в англоязычных странах, парашютисты. То есть те, которые сидят у себя дома, а потом, когда редакция требует, бросается в бой и передает репортажи с места событий. Это очень интересный, сложный период, потому что, например, еще в 60-е годы, скажем, президент США Джон Кеннеди говорил, что он получает из Нью-Йорк Таймс больше информации, чем он получает от ЦРУ. И появляются очень интересные, яркие журналисты, которые потом действительно становятся предметами восхищения. Например, польский журналист Ришард Капушинский, которого по итогам 20-го века, по результатам опроса, который проводила газета «Мондипломатик», был признан лучшим журналистом по итогам голосования его коллег. Капушинский был блестящим, единственным зарубежным корреспондентом польского информационного агентства, побывал в 50 странах, великолепно писал и так далее. Но затем выясняется, когда он умер уже в 2007 году, его коллега написал книгу о нем и выяснил, что Капушинский в ряде случаев неправильно отображал происходившие события, потому что он там просто не был или нехорошо разобрался. Ну, например, писал, что африканское озеро, там Виктория в Уганде, там рыба стала пухнуть из-за того, что она питается трупами, которые туда сбрасывал диктатор Идиамин. Или, например, описывал события в Мексике 1968 года, а на самом деле там не был и так далее и тому подобное. Это, к сожалению, издержки парашютной журналистики, потому что люди должны срочно поставить некий продукт, не очень хорошо разбираясь в проблемах, и оправдать таким образом свою поездку. Пример того, как можно было бы работать, сочетая постоянное место дислокации и компетентной командировки, наверное, можно такой пример привести из нашей истории, когда мы втроем поехали в Мастрихт в 1991 году, от корреспондента ТАСС, я из Великобритании, коллега из Брюсселя, и коллега, который работал в Голландии, и втроем успешно опережали огромное количество других корреспондентов, просто потому что все мы владели разными компетенциями, в сокупности приносившими победу. Но вообще, конечно, это вот этот период смешанной журналистики, который, в принципе, можно сказать, продолжается отчасти по сей день, завершается в 2000 году. Это период, когда мы, конечно же, мы все говорим достаточно условно, но это возникновение интернет-журналистики, международной журналистики, появление многочисленных и некомпетентных блогеров, которые пишут, не особо удосуживаясь, насколько это соответствует действительности, той информации, которую они дают. И, кстати, появляется новый фильм, уже не Хичкоковский, Рики Джерве снимает фильм, специальные корреспонденты, где главные герои вообще не уезжают никуда из страны, а сидят напротив своей радиостанции и делают сюжеты о происходящем в Эквадоре. К сожалению, обилие неточной информации растет на глазах. Количество иностранных корреспондентов, работающих за рубежом на постоянной основе, резко сокращается. И на самом деле мы сейчас подходим к периоду, когда непонятно, честно говоря, что происходит в мире во все большей степени, я боюсь, чем еще было 50 лет назад. Какой у нас выход может быть на этом историческом отрезке? Простите мне эти слова, но я считаю, что выход только может быть один. Это возрождение элитарности профессии журналиста-международника. С моей точки зрения, это просто необходимо. Речь идет и о более серьезном отборе людей, желающих заниматься этой профессией в ВУЗы, и система поддержки государства, причем не только российского государства, но и других государств, выработка некой международной хартии, которая включала, например, в себя такие принципы, как журналисты-международники обязаны не путать информацию и комментарии в своей работе, запретить вмешательство репортеров, когда они освещают те или иные события, сами эти события, запретить враждебное отношение к коллегам из других стран, если те исповедуют другие взгляды. В общем, такая хартия, с моей точки зрения, должна была бы быть принята. И журналисты-международники действительно, наверное, смогли бы превратиться в таких, да позвольте вы мне это сказать, людей в черном. Помните такой был фильм? Но только в данном случае они не только убивали бы чудовищные мифы в головах людей и стирали бы ошибочные представления о происходящем в мире у тех, кто сейчас потребляет информацию, но они еще бы вкладывали в головы людей реально происходящее. Я за то, чтобы у нас появились такие элитарные отряды, которые бы пользовались таким же иммунитетом, позволю вам сказать, как дипломаты, по меньшей мере. Я думаю, что это один из тех ходов, который позволил бы нам улучшить свои знания о происходящем в мире. Ну а как первый шаг, почему бы нам не учредить день журналиста-международника в России? У меня есть конкретное предложение даже по дате. 18 июля. В этот день, как этот день святого Афанасия, кто был первым журналистом-международником на Руси? Афанасий Никитин. Разве с этим можно поспорить? Хотя его на самом деле звали Афанасий Никитович Майков, но именно он, проехав по Азербайджану, где заметил большое количество нефти, Ирану, Индии. Наверное, первым на Руси выступил в качестве журналиста-международника. И, как идея, 18 июля в Твери, откуда начинал свое путешествие, собрать нынешнюю остающуюся пока в живых элиту со всех стран журналистов-международников и на пароходе вниз по Волге к обсуждению той хартии, тех принципов, по которым должна строиться работа по-новому журналистов-международников. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Продолжение следует...